Финская телерадиокомпания обнародовала подборку видео с участием Путина и дотеррируется, будьте здоровы, правда, да, правда, обнародовала, да, и эти видео, эти кадры, они были сняты в начале 90-х, когда Путин еще работал с Собчаком, ну и, собственно говоря, там нарезка вот именно этих архивных кадров. Каков смысл был в этой публикации? Ну, мне кажется, что смысл очень простой, нашли интересные кадры какие-то старые архивные и показали их, потому что, в общем, это уникальные кадры. Я понимаю этих людей, телевизионщиков, потому что, конечно, это интересно показать человеку, каким он был 30 лет тому назад или 35 лет тому назад. У меня, кстати, такие же кадры, я вот нашел себе первой, свою самую-самую первую съемку во Франции 89-го года. Вот, мне тоже было интересно посмотреть, вот как все это дело происходило. Вот, ну, на самом деле из этого получилась такая информационная бомба, причем даже не столько в Финляндии, сколько чуть не по всему миру, потому что вот даже у нас сегодня во Франции с утра эти кадры показывали. Вот, и главное то, что там, значит, не просто показали кадры, а еще был такой разбор полетов, вот посмотрите, какой он, вот как он смеется, как он одевается. Вот, видите, такой у него потрепанный костюмчик спортивный, значит, прическа не такая, вот как сейчас, да, и такая чуть непонятно, что вообще, когда неизвестно, когда последний раз в парикмахеру был, вот, и так далее и тому подобное. Мне тоже было любопытно на это посмотреть, я, в общем, откровенно говоря, кроме того, что, ну, отдыхают, вот, петербургские чиновники в Финляндии, да, за границей. Подпись такую еще сделали, шикарная какая-то, или там, что-то такое, вилла, шикарная вилла в Финляндии. Какой шикарной виллы в Финляндии я не увидел, я увидел там обыкновенный финский такой нормальный себе деревянный домик, на территории, вот, ну, понятно, что в Петербурге в советское время или на выходе из Советского Союза, когда в магазинах ничего не было, ощутиться в Финляндии, там, на субботу-воскресенье в соседней, где все есть, где можно спокойно купить, например, там, мясо и наесть с этим мясом до отвала, вот, понятно, что они себе не могли отказать, несмотря на то, что Собчак считался таким, абсолютно таким демократом, антисоветчиком, который, значит, пытался новую Россию и свой город построить, ну, не мог себе отказать в маленьких удовольствиях, в хорошем вине, в пиве западном, там, и так далее. И Путин, кстати, тоже то же самое. Вот, то, что про него, по этим кадрам говорили, что вот там, типа, он в костюмчике Adidas, значит, Adidas такой, это, мне кажется, что абсолютно неправильная оценка, потому что нужно на это смотреть не сегодняшними нашими глазами, а нужно смотреть глазами 90-х годов. А в 90-е годы вот такой костюм Adidas, он, в принципе, считался очень себе приличным костюмом. Вот, конечно, сейчас, когда мы пересматриваем кадры 80-х годов, 90-х годов, как люди одевались тогда, как люди на Западе, кстати, одевались тогда, вот, в 80-е годы это очень много, очень много цветов, очень много цветной одежды, которую сейчас так не носят, и она, кстати, выглядит довольно удивительно. Вот, если вы посмотрите фильмы 80-х годов или там музыку 80-х годов, кстати, музыка до сих пор остается, вот, она осталась очень популярной и остается популярной. Вот, а одежда, конечно, этот стиль совсем другой, это было там 35 лет тому назад, вот, и смотреть нынешними нашими глазами на одежду 35-летней давности и делать из этого нынешние, сегодняшние выводы, если так бы человек вот сейчас бы оделся, он бы выглядел как бомж, это абсолютно неправильно. Как Путин вообще попал к Собчаку? Собчак ведь не любил когибистов. Что значит любил, не любил? Мы не знаем, любят там жену свою, я не знаю, там, своих детей, а когибистов можно любить, не любить. Вы можете любить или не любить что угодно, когда вы становитесь мэром большого города, пятимиллионного, вы обязаны работать со всеми государственными структурами. КГБ был в Прессоветском Союзе важной государственной структурой, обеспечивающей безопасность советского государства. И ни один руководитель территориальный, городской, допустим, глава или глава региона не мог не сотрудничать с этим государственным органом. Я имею в виду сотрудничество не тайное, то есть не быть секретным агентом, не быть сексотом, не быть стукачем, не быть доносчиком, не быть информатором КГБ, а иметь с ним абсолютно официальные контакты, точно так же, как вы имеете контакты с Министерством внутренних дел, с армией, там, я не знаю, и так далее, и тому подобное. Я вам напомню, что в любом партийном органе территориальном начальник областного управления КГБ обязательно входил в бюро обкома КПСС соответствующего, на городском уровне, в горком, на районном уровне, в райком КПСС и так далее, и тому подобное. То есть в этом смысле ни один государственный деятель, который управляет огромным городом, не мог игнорировать такую организацию. И поэтому, когда Собчак пришел к власти, он, естественно, понимал, что ему надо иметь официальные контакты, и плюс, судя по всему, ему просто Путина подсунули как человека, которого он где-то там помнил, потому что на самом деле есть сомнения, чтобы он был у него по-настоящему студентом, тогда, когда учился на юридическом факультете Ленинградского университета. Просто кто-то ему порекомендовал. А ведь Собчаку надо было создавать свою команду, потому что когда вы приходите в руководство города, на вас сваливается вдруг огромное управление, огромная структура, где надо каждый день вывозить тысячи тонн мусора, где надо очищать улицы, где надо чинить водопровод, где надо снабжать людей, где надо организовать магазины, где надо организовать безопасность, кстати, этих людей, порядок в городе и так далее и тому подобное. И Собчак вынужден был, конечно, искать какую-то команду. У него, безусловно, такой команды не было, потому что он был просто человеком, которого работал в университете, преподавателем, и поэтому он стал брать из тех, кто есть, так сказать, из того выбора, который у него был. Вот Путина ему порекомендовали как человек, который разбирается в международных делах, потому что он же все-таки его готовили в Краснознаменном институте для того, чтобы работать в разведке. В разведку он не попал в настоящую, то есть его не послали в капиталистическую страну, но он тогда, в 90-м году, только-только вернулся из ГДР, где у нас сидел 4 года, то есть, в принципе, он знал, как там живут люди в Восточной Германии, вот, в принципе, интересовался, как люди живут в западных каких-то странах. Числился он по возвращению из Германии в первом отделе, то есть в отделе разведки территориальных органов КГБ. Вот, и поэтому, когда Собчаку нужно было думать о том, кого поставить, так сказать, на управление какими-то международными связями мэрии, то вот он выбрал почему-то этого самого Путина, да. Мог бы выбрать кого-нибудь другого, мог бы сказать каким-нибудь своим приятелям-демократам из Москвы, ему прислали бы какого-нибудь специалиста по международным отношениям, который работал в МИДе, например, или в Министерстве внешней торговли в Москве, и который мог бы приехать в Ленинград и заниматься этой деятельностью. Ну вот, ему кто-то порекомендовал, и он выбрал Путина. Вот, и Путин, в принципе, судя по всему, занимался довольно эффективно этим делом. Эффективно, прежде всего, для самого себя, да, потому что мы знаем, что в те времена он стал миллионером долларовым. Это было сделать довольно легко, потому что тогда, когда у вас нет ничего в магазинах, а вы сидите на международных связях, вы можете организовать какую-то гуманитарную помощь из ФРГ, из Финляндии той же самой, когда вы решаете, кому выдавать лицензии на экспорт леса, или когда вы решаете, кому отдавать закупки по импорту для вашего города, то, естественно, на вас сваливаются огромные взятки. И, кстати, вот эта самая фирма, которая принимала и Собчака, и Путина с их семьями довольно регулярно, чуть не каждые выходные, вот там в Финляндии совсем недалеко, она занималась как раз экспортом, вернее, импортом в Финляндию российской древесины, из Ленинградской области, ну и при поддержке мэра Ленинграда, то есть, грубо говоря, она просто их коррумпировала, вот это совершенно не означает, что она им платила какие-то деньги, просто она их приглашала вот так вот, на дарма, за дарма, там, на халяву, приехать в Финляндию провести выходные. Редактор субтитров А.Семкин